Черничный бизнес, полет мыслей и Александрия вновь собрала друзей. Народный праздник прошел на живописном берегу Днепра. Как это было? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели. А те, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель. Мы начинаем. Массовая вакцинация, резервные дни и Токийский экспресс. Александр Лукашенко выступил на торжественной церемонии проводов белорусской делегации на Олимпиаду. Когда пройдут игры? Самый душевный и яркий фестиваль. Александрия в 12 раз собрала друзей. История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая ни на пандемию, ни на внешнее политическое разногласие. Так будет всегда. Как прошел праздник? Деньги с куста. Бобруйчане отправились в лес за черникой. Прибыльное ли это дело? Цена хорошая. Цена 4,50 у нас. Дыхание природы. В Абруйском районе прошел конкурс резьбы по дереву. Мы будем понимать, что это работа тех людей, которые вложили в эти работы свою душу. В чем его уникальность? Авиакатастрофа на Камчатке. Убийство президента. И ушла легенда. В Москве простились с Владимиром Мишовым, чем запомнился режиссер. Праздник дружбы и единства. Александрия вновь собрала друзей. Республиканский фестиваль отгремел на живописном берегу Днепра. Он собрал мастеров, музыкантов, зрителей из трех стран. Белоруссии, России, Украины. Тысячи людей съехали сюда, чтобы окунуться в особую атмосферу. По традиции не обошел вниманием этот форум и Александр Лукашенко. На малой родине президент – желанный гость. Глава государства обратился к белорусам и иностранным гостям и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в организацию торжества. Мы не случайно называем наш праздник «Александрия собирает друзей». Это тоже исконная традиция делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом. Миром делиться и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад – наша историческая память. На этой сцене выступали гости из разных стран. Все эти годы они дарили нам частичку своей культуры. История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая ни на пандемию, ни на внешние политические разногласия. Так будет всегда. Кульминацией стал гала-концерт. Анатолий Ермоленко, Владимир Громов, Анастасия Москвина – выступление президентского оркестра. Хэтлайнерами стали Олег Газманов и рэпер Серега. Также жители Александрии сами выбирали, какие композиции прозвучат на большой сцене. Это стало новинкой программы. Красочный салют завершил праздник. Дары леса в разгаре сезон сбора черники. Так, в поселке Глуша Бобруйского района за день порядка 100 сдающих. Как минимум у каждого собой наполненное доверху 5-литровое ведро. 4 рубля 50 копеек – средняя цена за килограмм. Как собирают и где принимают ягоду, расскажем прямо сейчас. Наталья Пучко уже с 6 утра на ногах. Отдыхать признается некогда. Сезон черники в самом разгаре. К походу в лес готовится основательно. Плотная одежда защищает от клещей. В качестве инструментов – ведро и ручной комбайн. В черничном деле уже 12 лет. Например, прошлым летом на лесных ягодах с мужем заработали 3000 рублей. Хороший плюс к зарплате. Сколько за день удается собрать ягод? В зависимости от ягоды и скорости руки. Примерно? Ну, допустим, моя норма с мужем – литров 40 за 4 часа. Раньше главным инструментом во время сбора ягод были руки. Но в 2019-м, изучив мировой опыт, в Министерстве лесного хозяйства приняли решение разрешить использовать специальное приспособление. Благодаря ему 8-литровое ведро можно насобирать за полчаса. Собирать чернику ручным комбайном или, как в народе говорят, гребенкой проще, чем руками. Единственное условие – чтобы зубья не были острыми и не менее 5 мм. Тогда и ягода хорошо собирается, и кусты остаются неповрежденными. Поселок Глуша, Комсомольская, 14. Это место знают все, кто собирает чернику. Уже 15 лет здесь принимают дары леса. В день порядка ста сдающих. В прошлом году к вечеру собиралась тонна ягод. В этом меньше, признается хозяйка. Но пока сезон только начался. В этом году, я думаю, до сентября месяца поздно пошла черника. И очень много зеленой еще, говорят люди. При сдаче ягоды должны быть спелые и целые. Это главное условие. Один килограмм стоит 4 рубля 50 копеек. Первые сдающие приходят к 10.00. Как минимум одно пятилитровое ведро есть у каждого. Сначала взвешивание, после расчет. Весь процесс приема черники занимает не больше 10 минут. Муж собирает руками. Я немножко руками, не трошка гребенкой. Вообще ягод много. Да, спасибо лесу. Все хорошо. Заготавливают ягоды и в деревне Слободка. По улице Шоссейной 24. Только за первый день работы приняли 220 килограммов. Цена хорошая. Цена 4,50 у нас. Поэтому сдают охотно. Магазин находится на трассе. И проезжающие сдают. И местное население приносит. Ограничений по сбору черники нет. А в отличие от клюквы и брусники, получать документ на разрешение тоже не нужно. Сбор должен осуществляться. Сбор зрелой ягоды. В период созревания. То есть и возможности отделения ягоды от куста. То есть в эти сроки допустимо осуществлять сбор ягод. Если люди пойдут и начнут собирать ягоду незрелую, то это принесет ущерб среди произрастания. Для тех, кто любит есть чернику, а не собирать, есть рынок. Например, литр на Октябрьской стоит 3 рубля. Почти все продавцы ягоду собирают собственноручно. Сами собрали, сами реализовали. Без посредников. Но в зимнее время тоже. Поэтому даже нельзя сравнить. Качество вот этих природных даров и какого-то лекарства, которое может нанести вред организму. В этом году урожай прочит большой. Сказалась плюсовая температура во время цветения ягоды. Что касаемо цены, то она будет варьироваться на протяжении всего сезона, признаются продавцы. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. В тихом омуте инфекция водится. Специалисты обращают внимание. Купание в неизвестных местах грозит проблемами со здоровьем. В последние годы случаи обращения учреждения здравоохранения с жалобами на крапивницу, появляющейся сразу после купания в озерах или пруда, к сожалению, не редкость. Виновники – маленькие обитатели мелководья, паразитирующие черви, которые скапливаются на прибрежной растительности и нападают на водоплавающих птиц, а заодно и человека. Самое главное, что нужно намазать кожные покровы таким жирным кремом, который обычно продается, так называемые репелленты, от тех же комаров. И вот этот жирный крем постоянно обновлять на коже. И этот крем будет являться барьером, чтобы вот эти мельчайшие личинки не впились нам в кожу. В Бобруйском районе последний случай циркариоза был зарегистрирован в 2019-м. Подросток обошел несколько неизвестных пляжей, на дом из них парень не подцепил неприятную болезнь. Напомним, сейчас в Бобруйске запрещено купание во всех реках и водоемах. Тем временем отдых в воды остается самым популярным средством от жаркой погоды. В связи с этим спасатели перешли на усиленный режим работы. Чуть ли не ежедневными стали профилактические рейды. К сожалению, многие игнорируют даже самые элементарные правила. О безопасном досуге Ольга Васенда. В поселке юбилейный урок безопасности. В качестве зрителей – ребяту до 16 лет. Программа насыщенная. Интерактивные игры, показ знаков эвакуации, примерка боевой одежды. Напоминают ребятам и о правилах поведения во время каникул. Весь квест в игровой форме. Так как акция началась буквально недавно, то есть она только неделю, мы уже посетили порядка десятка населенных пунктов Бобруйского района. Детям, конечно же, важно напомнить, как себя вести на водоемах, почему нельзя ходить в одиночку на водоеме, почему нельзя баловаться. Следующая локация – озеро вблизи деревни Туголица. В плане у специалистов МЧС и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды – профилактический рейд. Это место выбрано не случайно. Одно из самых популярных у Бобруйчан – жаркие дни. Даже в будни здесь десятки человек. Спасатели напоминают отдыхающим о правилах безопасности. Плюс каждому наглядная листовка. Погода позволяет, можно ездить. Каждый день практически приезжаем. Особо не ссорим. Приехали на пару часов, покупались. К слову, распитие алкогольных напитков у водоемов лечёт за собой штраф в 232 рубля. Среди других серьёзных нарушений – купание в тёмное время суток и оставленное без присмотра дети, что нередко становится причиной трагедии. Любителям оставить после себя мусор также грозят санкции – до 87 рублей. И чаще всего только этот пункт способен в полной мере образумить нарушителей. Вот, например, мы сейчас находимся около водоёма. Распространённое нарушение – это стоянка транспортного средства, то есть автомобиля до 30 метров от береговой линии. То есть это расстояние должно быть более 30 метров. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа, либо предупреждение. В планах инспекторов проводить рейды до конца лета. Жаркий сезон уже полон печальной статистики. Только за прошлую неделю в Беларуси утонули 20 человек. 12 спасены работниками освод и МЧС. Ольга Весенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Рыцари неба. Первокурсники авиационного факультета военной академии проходят лётную практику в Бобруйске. В учебной программе взлёт и посадка, вывод и штопора, виражи и спирали. Всего 20 часов на высоте. Кому под силу управлять самолётом? Все подробности в нашем следующем материале. Денис Ахримук с детства знал, кем хочет стать, когда вырастет. Небо манило его всегда. Признаётся, в комнате все полки были заставлены маленькими игрушечными самолётами. А теперь курсанту военной академии покоряются настоящие железные птицы. Поэтому парень чётко уверен, страху здесь нет места. Самое интересное в этой профессии – это именно ощущение от самого полёта. То чувство, когда ты управляешь сам планером, например, самолётом, такую поднимаешь в небо машину. Это очень завораживает. В Бобруйске аэроклуб уже более 20 лет принимают у себя курсанта в военной академии. Лётная практика – налаженный механизм. Почти 12 часов в небе с инструктором, а затем юные авиаторы поднимаются в небо самостоятельно. Практика у будущих лётчиков проходит вот на таких машинах. Это двухместный планер. Его вес – почти 300 килограммов. Скорость – 250 километров в час. Мотора у железного коня нет. В воздух его поднимает самолёт-буксировщик. Всего практику проходит в этом году 19 человек. Курсанты осваивают несколько воздушных фигур. Разворот, вираж, спираль, штопор. Самое главное – взлёт и посадка. В распоряжении курсантов 8 планеров. Это самые простые летательные аппараты. Плюс несколько часов подготовки на земле. Учат ребят и как правильно обслуживать машины. Основная задача наших с ними полётов – это определить профпригодность человека. То есть, как он будет себя чувствовать в воздухе. И при переходе на более сложные летательные аппараты, чтобы не было сюрпризов. Если будет видно, что при полётах на плане он везёт себя неуверенно, то, значит, будут приниматься какие-то меры. Лётчик должен быть всегда сосредоточен. Уметь быстро подстраиваться под внештатные ситуации. Поэтому в процессе обучения инструкторы аэроклуба проверяют курсантов и на психологическую устойчивость. В конце практики парней ожидает экзамен. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Повышение цены, прививка от COVID-19 и новые ограничения. В Беларуси запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Что ещё в списке? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко выступил на торжественной церемонии проводов белорусской делегации на 32-летние Олимпийские игры. Глава государства напутствовал спортсменов на успешный турнир. Президент также вспомнил, через что прошлось пройти атлетам в этом и прошлом годах. Были и провокации, и бульник, и даже угрозы. Напомним, главный старт четырёхлетия пройдёт с 23 июля по 8 августа в Токио. В Беларуси продолжается вакцинация. У 40% населения уже выработан коллективный иммунитет. Так, первой дозой препарата привились уже больше миллиона человек. Это более 10% взрослых жителей. А полный курс прошли 700 тысяч. В Минске привиться можно в любой поликлинике вне зависимости от места жительства и прописки, а также в крупных торговых центрах, на предприятиях и даже рынках. На выбор два вида вакцин – «Спутник Ви» и китайский «Синофарм». Также в Минздраве ожидают поставку российского однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». «Белсиликом» повышает тарифы на услуги связи с 13 июля. В частности, компания поднимает цены на эфирное телевидение, абонентское телеграфирование, интернет-звонки «Максифон». Также возрастает стоимость некоторой справочной информационной помощи. Полностью с изменениями можно ознакомиться на сайте оператора. В Беларуси запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним. В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, игральные карты, пневматическое и метательное оружие за исключением игрушек, эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы насилия и жестокости. Регистрация на ЦТ в резервные дни завершилась в Беларуси. Они назначены на 14, 16 и 18 июля. Всего в этом году зарегистрировались более 62 тысяч человек. Последний тест по основному графику по всемирной истории прошел 8 числа. Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать 16 июля тем, кто будет проходить испытания в запасные даты с 23-го. Полет мысли. В Бобруйском районе прошел конкурс «Резьбы по дереву». Среди участников почти 30 мастеров из Беларуси, Венгрии, Азербайджана, России и Украины за главная тема «Купальская ночь». В этом году у зрителей была возможность выбрать своего фаворита. Карину Греевич окунулась в народные традиции. По мнению Яны Лапиной, у дерева есть душа. И при создании скульптуры оно выбирает себя. Девушка успела попробовать себя и в спорте, и в изобразительном искусстве. Но три года назад четко создала, к чему лежит ее сердце. Для жительницы Одессы «Резьба» – смысл жизни. И упустить возможность стать участницей уникального бобруйского конкурса она просто не могла. «Мне хотелось посмотреть Беларусь. Я здесь первый раз. Мне нравятся леса, мне нравится природа вашей полосы, в принципе. Хотелось отдохнуть, посмотреть, набраться опыта, поработать с дубом, которого у нас мало и редко попадает возможность вообще с ним поработать». Конкурс «Резьбы по дереву» проходит в Бобруйском районе уже в третий раз. География участников – Беларусь, Венгрия, Азербайджан, Россия и Украина. Всего 29 мастеров на протяжении 8 дней режут и строгают. Главный материал – долговечный дуб. Место дислогации – база отдыха вербки. Конечно, это соревнования. Но кроме жюри, любоваться произведениями искусства могут все гости. «Предусмотрены в номинациях все денежные призы. Соответственно, очень много приглашенных гостей, которые от организации тоже, возможно, будут вручать свои какие-то памятные подарки. Организаторами конкурса выступили концерн «Беллесбумпром», Республиканский профсоюз работников леса и природопользования, Бобруйский городской исполнительный комитет и ООО «Фандок». Тут собраны художники, которые очень честны к себе. Вы знаете, когда смотришь детский рисунок, ты видишь такой небольшой наив и честность. И тут присутствует такая честность, тут не все профессионалы, то есть где-то есть любители, и вот это присутствует. Но у всех есть любовь. И искреннее искусство, я считаю, самое честное, самое правильное. Главная тема нынешнего форума – Купальская ночь. Каждый ее видит по-своему. Одни через славянскую мифологию, другие в народных традициях. Также большой плюс Пленера – это возможность новичкам поработать рядом с профессиональными. Набраться опыта и найти новые витки и взгляды для своих работ. Эта фигура – айс свинком из васильков, символ Белоруссии. Над ней автор трудился шесть дней и ночей. Настоящее произведение искусства получил с помощью лобзика и резца по дереву. Конкурс начался 2 июля. Дни пролетели незаметно. Пятница – время подводить итоги. Победителей и призеров награждают в двух номинациях – садово-парковая скульптура или скамейка и художественная резьба. Третий уже наш пленэр, и мы каждый раз понимаем, что есть к чему стремиться. Важно, мы видим результат вашей работы. И уверен, что именно ваши работы, они найдут воплощение именно этой красоты в нашем городе, а может быть где-то у кого-то в каких-то офисах, кабинетах. И мы будем понимать, что это работа тех людей, которые вложили в эти работы свою душу. Выбрали своего фаворита и зрители с помощью голосования. Каждому гостю выдавали жетон. Его отдавали за ту работу, которая вызвала наибольший интерес. Стоит отметить, скульптуры мастеров никуда не пропадут. Их труд не останется незамеченным. Все произведения украсят парки и скверы белорусских городов. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Крушение самолета Евро-2020 и чуть помедленнее. В Париже могут запретить ездить быстрее 30 км в час. Для чего? Далее обзор громких мировых заголовков. На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-26. На борту были 22 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительной информации, погибли все. Одна из версий ЧУП – ошибка экипажа воздушного судна в условиях плохой видимости. Летательный аппарат врезался в скалу, а его обломки упали в Охотское море. При этом перед полетом пилоты не сообщили о каких-либо неполадках на борту. Власти Гаити сообщили о ликвидации четверых и задержании двоих участников, совершенного накануне убийства президента. Напомним, резиденцию Живенеля Маиза атаковали неизвестные. С применением штурмового оружия они заняли дворец. Глава государства погиб, его жена ранена. Ситуация в стране за последние несколько лет резко ухудшилась. Власть на местах начали перехватывать мафиозные банды, а лидер утратил контроль даже над большей частью столицы. В стране на 15 суток введено военное положение, а в сентябре пройдут выборы. В Москве простились с гениальным режиссером и талантливым актером Владимиром Меньшовым. Великий мастер подарил удивительно глубокие, теплые и душевные фильмы, которые будут жить в сердцах поколений, как светлая память о нем. Так, картина «Москва слезам не верит» была удостоена премии «Оскар», и его не стало в понедельник. Траурная церемония прошла в Центральном доме кино. В Париже могут запретить ездить быстрее 30 км в час. Мэрия французской столицы планирует ввести ограничение скорости практически на всех улицах. Исключение составит кольцевая дорога-периферик, опоясывающая город-бульвары и несколько крупных авеню. Власти считают, что мира усилит безопасность и улучшит экологию. Сегодня скоростные ограничения существуют примерно на половине улиц. Сегодня станет известен победитель чемпионата Европы по футболу. В финале встретятся сборные Англии и Италии. Игра пройдет на легендарном Оэмбли. 50 матчей, 31 соревновательный день. Впервые 24 сборные сыграли в решающей стадии Евро. Матчи прошли в 11 городах – от Баку до Лондона. Формат уникальный. Повод 60-летия турнира. Стартовый свисток будет дан 22.00. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин